События года в спортивной жизни области. В Биробиджане торжественно открыли главную арену автономии. В обновленном стадионе «Дружба» уже провели и первые соревнования. Павел Типографчик подробнее. В то время как одни малыши высыпаются, другие чуть постарше бьют рекорды. В спортивном зале стадиона «Дружба» воспитанники 18 детских садов Биробиджана борются за победу в веселых стартах. В программе передачи эстафетной палочки – прыжки на фитболах, комплексная эстафета. Мы готовили шесть дней. В этих соревнованиях хорошо, что мы будем сильными, смелыми. Мы научились быстро бегать. Пока соревнования продолжаются, на втором этаже губернатор осматривает помещение. Трехлетняя реконструкция завершена, готовность объекта – 100%. К тренировкам воспитанники секции уже приступили. Было бы неплохо. Сейчас мы под это дело, конечно, сделаем на горы еще какие-то объявления. Обязательно. Бокс, футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика. На «Дружбе» смогут тренироваться около 400 воспитанников секции. Откроется группа адаптивной физкультуры. С особой категорией граждан будет работать профессиональный педагог. Во время массовых мероприятий вокруг главной арены спорткомплекса в будущем смогут разместиться около 5000 зрителей и болельщиков. А пожарная – это вышка, где вы сидели? А вышка, если они уже выиграли или они еще все-таки… Я бы вышкову был и дал добро. Вышка будет стоять у нас на полусекторе, вот с этой стороны справа. Ну, будет упрощаться после соревнований. Да, спасибо. Нет, главное, что этот вид идет в зачет. Да, вообще российский спорткомплекса. На территории спорткомплекса появится и башня для проведения соревнований по пожарно-прикладным видам спорта. Это позволит организовать специализированные состязания сотрудников МЧС и силовиков. Подчеркиваю, первый этап только мы считаем. Хороший, но только первый этап. Я уже сказал, что мы внесли заявку на министра спорта о том, чтобы мы доложили, во-первых, что закончили этот объект. И попросили его, чтобы он внес наш объект «Дательмаш». Это еще наша головная боль сегодня, да, к сожалению. Чтобы действительно превратить его тоже в современный стадион. По итогам первых соревнований в спорткомплексе «Дружба» сильнейшей командой стал коллектив детского сада номер 48. Помимо детей, поощили и строителей. Что же касается автономии в целом, сейчас активно ведутся переговоры с меценатом. Возможно, по программе «Газпром детям» в регионе впервые появятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Павел Типографчик, Олег Векслер, Вести Биробиджан. Продолжение следует...